Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу работу. У нас сессия посвящена научным и научно-образовательным центрам мирового уровня. Меня зовут Кадочников Павел, я работаю во Всероссийской Академии внешней торговли. У нас сегодня губернатор Александр Мортюмер, Тюменская область. Спасибо большое. Александр Повалко, РВК. Сейчас смотрю шпаргалки. Линара Иванова, Башкортостан. Артем Шадрин, Министерство экономического развития. И Андрей Владимирович Андрианов, Российская Академия наук. Мы ждем, что к нам присоединится Министерство науки и высшего образования, потому что без них разговор про НОЦ и он несбалансированный. Более того, Михаил Михайлович Кутюков обещал к нам лично зайти и услышать, что мы им будем говорить. Я бы хотел начать, я планировал начать с Министерства науки и высшего образования, но раз коллеги задерживаются, я тогда Александр Леонидович. К вам вопрос сразу. Вопрос к регионам. Мы много слышим про то, как национальные проекты реализуются в регионах. Как регионы видят реализацию национального проекта наука и что для вас создание научно-образовательного центра? Добрый день, дорогие друзья. Для нас это вопрос принципиальный, причем, когда президент с такой инициативой выступил о создании не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, Тюменская область – особенный регион, по конституции он сложно построенный, в него входит и Ханты-Мансийский автономный округ, и Ямало-Ненецкий. При этом каждый из них самостоятельен. И мы с моими коллегами, у нас много есть совместных проектов, я к ним обратился и с таким горячим спичем о том, что вы знаете, каждый из нас отдельно в этот проект вряд ли сможет попасть, потому что объективно есть регионы, где конкуренция, где уровень научных организаций, где уровень университетов гораздо более высокий, и по одному нам не пробиться. Но втроем это может быть интересная и уникальная заявка, потому что мы имеем молодые, динамично развивающиеся университеты, я в первую очередь имею в виду Тюменский госуниверситет, который в программе 5.100 наш индустриальный университет, который является федеральным опорным вузом. У нас есть научные организации, конечно, не самого высокого уровня, но у нас есть, наверное, самое мощное, и то, чем мы можем отличаться от других регионов, это третья составляющая научно-образовательного центра, это индустриальные партнеры. Причем индустриальные партнеры мирового уровня, и не только, как вы думаете, нефтегазодобывающие компании, хотя, безусловно, они основные партнеры, но сегодня эти компании не только думают о том, как заниматься своим профильным бизнесом, добывать, извлекать и транспортировать углеводороды, но они смотрят гораздо шире на научную повестку, и в этом плане наш надежный и долгосрочный партнер компании Сибур, нефтегазохимическая, которая достаточно широко смотрит и активно поддерживает наш проект в частности. И поэтому, когда мы с моими коллегами, губернаторами Югры и Ямала вместе договорились идти в этот проект, и наш проект называется «Межрегиональный научно-образовательный центр Тюменской области Югры и Ямала», мы подумали о том, что слишком долго и длинно говорить название, и, наверное, придумали для себя более короткий бренд «Западно-сибирский нос». Очень точно, территориально подчеркивает, и все знают, где находится Западная Сибирь. И мы прекрасно понимаем, что это хорошая возможность для нашей региональной экономики, трех наших субъектов, получить новую точку роста. Мы прекрасно понимаем, что нос – это не про то, что делать то же самое, только под новой вывеской. Еще Эйнштейн говорил, да, это первый признак сумасшествия – делать то же самое и надеяться на другой результат. Но мы прекрасно понимаем, что это хорошая возможность, во-первых, получить новую динамику развития для наших университетов. Причем мы для себя четко заметили, что мы об этом говорим, что президент сказал обо всех уровнях образования. И для нас важно, чтобы наши школьники, талантливые школьники, имели возможность не уезжать из города Тюмени в другие вузы и другие города, а поступать в наши вузы и иметь возможность для самореализации. Именно поэтому мы считаем, что в рамках НОЦа мы действуем. Создали в прошлом году региональный центр по отбору и поддержке талантливой молодежи «Новое поколение» по модели «Сириуса». И вот на прошлой неделе Елена Владимировна Шмилева у нас была в гостях, и мы с ней одинаково понимаем, что по большому счету, если мы говорим и играем в долгую, в науку и исследование, то уже сегодня талантливые школьники с 8-9 класса должны быть заточены на те тематики, которые в НОЦе будут профилирующими. При этом мы для себя понимаем, что в научно-образовательном центре невозможно заниматься всеми темами или всеми интересными темами, поэтому провели три большие стратегические сессии все вместе с нашими индустриальными партнерами и сфокусировали на трех направлениях для себя будущую специализацию НОЦа. Это Арктика и человек в Арктике, технологии арктические, это цифровая трансформация нефтегаза. Мы идем сверху вниз, это первое направление для Ямала, второе для Вигры и третье для нас, для южной части. Это биобезопасность человека, животных и растений. Ну и четвертая тема такая, социогуманитарное отношение человека в современном обществе. И мы видим, что создание НОЦа это новая и хорошая точка роста нашей экономики. Хотя вроде бы и так, не бедные и есть чем позаниматься, но мы прекрасно понимаем, что инвестиции в образование, в науку, инвестиции в будущее. И еще раз повторяюсь, с учетом того, что НОЦ, главная его цель не придумать что-то, а придумать что-то и потом это продать, чтобы это были заказчики, мы видим в нашем проекте эту сторону, эту третью силу, как индустриальные заказчики, наиболее мощным и сильным компонентом. И я думаю, что через это мы дадим новый импульс развития региональной экономики. Поэтому мы в этом проекте, поэтому это наш личный проект всех трех губернаторов, мы активно им занимаемся, и поэтому я сегодня здесь. Спасибо. Александр Ильич, спасибо большое. Я задам уточняющий вопрос, если можно. Потому что мы про НОЦ и про конкурс, который, видимо, будет, знаем не очень много пока. Но мы точно знаем, что у нас субъект отвечает, мы точно знаем, что там треугольник, это в указе еще заложено образование, наука и бизнес. И мы точно знаем, что там будет не очень много денег. Сам проект НОЦ, это означает, что регион вместе со всеми участниками возьмет на себя какие-то обязательства, достаточно серьезные. Сейчас определяются, какие именно, мы поймем. Вот что вам нужно в ответ от федерации? Денег будет немного. Вот что вам нужно в ответ от федерации для того, чтобы эти обязательства выполнить? Мы шли в этот проект не за деньгами, потому что прекрасно понимаем, что когда говоришь Тюмень, Ханты и Ямал, про деньги забывают сразу же, особенно Минфин. Поэтому нам здесь деньги не нужны, и тем более, что в самом проекте они предусмотрены небольшие. Мы все-таки исходим из того, что серьезные инвестиции будут делать наши индустриальные заказчики. Хотя я далек от такого убеждения, что только они будут формировать научную повестку, но тем не менее свои проблемы и свои задачи с точки зрения исследования они закажут и оплатят. Я в этом уверен. И, безусловно, мы, как регионы, участники этого процесса, готовы бюджетными средствами в этом проекте участвовать. Хотя понятно, что НОЦ – это про новое взаимоотношение и новую инфраструктуру, но без инфраструктуры и здания не обойтись. Как пример могу привести, что мы совместно с федерацией, большое спасибо Министерству науки, мы будем строить новый корпус нашего университета, наш вклад в развитие университета – это строительство нового общежития на 1100 мест за счет бюджета Тюменской области. Прекрасно понимаю, что помимо того, что мы должны обеспечить качественным объектом проживания для наших студентов, еще есть у ВУЗа задача как участника 5100 по количеству иностранных студентов, а чтобы они приехали, нужно, чтобы они где жили. Поэтому в этот проект мы заходим уже в этом году и дальше готовы участвовать не только в инфраструктуре, но и в финансировании, приобретении лабораторий. Мы, соответственно, прекрасно понимаем, что сегодня такая исследовательская база, и, может быть, исследовательская культура у нас не самая сильная в России, поэтому мы будем не только поддерживать наших ученых, но и будем покупать, извините за такой сленг, приглашать в наш регион из других городов, из зарубежья, и, соответственно, уже под них формировать необходимые лаборатории, оборудование, для того, чтобы у них была возможность творить и получать результат. То есть для вас это статус, для вас это заметность, для вас это инфраструктура и создание новой такой современной линии в экономике региона? Про статус и заметность там в конце, не без этого, но для нас это новая точка роста, и я, как родитель, который проживает всю эту историю с детьми, и как ответственные государственные служащие, мы все понимаем, что мы бы хотели создать такие условия, чтобы наши тюменские, горские, ямальские ребята имели возможность не только хорошо учиться и занимать призовые места во всероссийских олимпиадах, но и потом здесь же у нас получать хорошее образование. Те, кто хочет идти в исследования, и шли в науку, а остальные работали на тех предприятиях, на современных, мирового уровня предприятиях на нашем регионе. То есть это про детей, спасибо большое. Так, я бы хотел аналогичные вопросы задать Ленаре Ивановой. Как видит Башкортостан в своем участии в этой программе, в НОЦ, какие перспективы, что вы для этого делаете, и если так случится, что у вас будет НОЦ, какие обязательства и в обмен на что? Спасибо большое, Павел. Я, наверное, немножко повторю уважаемого губернатора Тюменской области, поскольку Республика Башкортостан тоже регион, в общем-то, у которого в экономике, в структуре экономики большую роль играет нефтегазохимия. У вас нефтедобыча, скорее, да, и газодобыча, у нас нефтепереработка и газохимия в том числе. Но главное, наверное, я бы хотела сделать акцент на том, что Республика делает ставку на развитие территорий. У нас уже на сегодня пять территорий, опережающие социально-экономическое развитие. Создаем, буквально на днях, в ближайшее время правительство Российской Федерации должно согласовать, и у нас создается особая экономическая зона. Плюс на этой неделе глава Республики презентовал на коллегии Минэнерго создание нефтегазохимического кластера на базе предприятия под названием «Газпромнефтехимсалават». И все четыре крупнейших игрока нефтяной компании «Роснефть», «Газпром», «Лукоил» и «Транснефть» имеют свои компании, свое присутствие у нас в регионе. И поэтому мы делаем ставку на именно нефтегазовый, так сказать, на топливно-энергетический комплекс. Естественно, это требует научного и образовательного сопровождения. Республика прекрасно понимает, что это точка роста, прекрасно понимает, что это действительно интересные вещи, которые позволят, вот соглашусь абсолютно с коллегой, нашим сегодняшним школьникам, видеть свое будущее. И поэтому, конечно, мы в это вкладываемся. Потому что, уважаемые коллеги, я не знаю, но мне кажется, вообще страну нашу спасут регионы. Не Москва, а регионы. Поэтому мы как раз хотим развивать свои территории, то есть свои города и районы. И мы вкладываемся уже буквально... Вот сейчас у нас уже реализуется совместный отраслевой научно-образовательный проект с Роснефтью. 200 миллионов республика в него вкладывает. Плюс, вот опять же повторюсь, это строительство кампуса, которое мы запланировали на 5 тысяч. То есть это огромный студенческий городок. Это проект, который, мы надеемся, будет таким якорем и удвоит уже в ближайшее время количество иностранных студентов в Уфе. То есть мы готовы и уже вкладываемся. И дальше мы понимаем, что создание именно вот такого научно-образовательного центра мирового уровня, это будет такой серьезной точкой роста. Нашим центром уже интересуются другие регионы. Это Татарстан, Чечня, Крым, Москва. И мы считаем, что если вот все нам как бы удастся, то все цели, которые заявлены в национальном проекте наука при создании научно-образовательного центра, они будут достигнуты. И если позволите, да, я еще должна сказать, что у нас здесь присутствует ректор Уфимского государственного нефтяного университета, и ядром этого НОЦ мы планируем как раз нефтяной университет. Если можно, два слова ректору, поскольку... А можно я вопрос задам, а кто ответит, вы можете решить. Да, давайте. Вот мы все-таки ожидаем, что Министерство науки и высшего образования будет конкурс. Потому что мы там 15 центров в этом следующем году по 5 должны определить через год. Вот по каким показателям вы, регион, готовы взять на себя обязательства? Ну, я уже назвала то, что мы уже делаем. Плюс, естественно, да, вот... То есть это выручка, это экспорт, это какие-то показатели научной деятельности, образовательные, что это? Именно это. Секунду. Спасибо. Ну, действительно, у нас в республике уже практически созданы элементы НОЦа, в той модели, которая сейчас декларируется в паспорте проекта. И первая вот Ленара Хакимона сказала, что научно-образовательный центр УГНТУ, это наш университет, и Роснефть, он создается на основе соглашений между республикой и компанией. И проект запускается на три года. Это будет ведущий центр в России по подготовке специалистов по цифровой энергетике, и в том числе для топливно-энергетического комплекса. Республика вкладывается в это реальными деньгами. Следующий элемент НОЦа – это научно-образовательный центр совместно с «Газпромом». Наш университет является опорным вузом «Газпрома». Ну и, наконец, Транснефть на следующий год вводит в нашем регионе научно-технический центр, который будет уникальным в своем роде. Там будут не только здания и сооружения, но и уникальные стенды, куда будут иметь доступ и студенты, и специалисты всех участников НОЦа. Объем инвестиций около 4 миллиардов. Вот я считаю, что наши все, так сказать, задумки, они подтверждены реальными договорами и соглашениями. И если мы получим статус научно-образовательного центра, то это позволит нам гармонически соединить все эти элементы, тот задел, который у нас есть, укрепить. И действительно мы сможем сопровождать те крупнейшие инвестиционные проекты, которые сегодня у нас в республике будут выполняться в ближайшие 3-4 года. И я думаю, это даст очень серьезный рывок для нашей экономики. Спасибо большое, Ленар. Я все равно буду настойчиво, у меня есть четкая установка от организаторов, потому что Миннауки хочет услышать мнение регионов, в том числе. Какие показатели поставить в условия конкурса? Во-первых, конечно же, это создание рабочих мест. Это увеличение количества иностранных студентов, то есть экспорт образования. Это ВРП, то есть это в принципе экономика. Да, мы забыли сказать, что ставку мы делаем на IT-технологии и на новые материалы. То есть у нас очень... Показатели. Показатели, ну вот я уже только что их назвала. Собственно, главное это экономика и рабочие места, хотя это друг с другом очень связано. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. Давайте поаплодируем. Максим Решетников извинился, убежал к начальникам, но у нас есть Раиса Алексеевна Кассина, министр образования Пермского края. Я бы хотел ровно с теми же вопросами попросить Раису Алексеевну высказать, что для вас НОЦ, как вы его видите, какие показатели, какие условия. Сейчас может быть, не знаю, кого-то попросить. Артем, можно попросить место на... Я могу... Хорошо, как удобнее. Конечно, говорить о том, что создание НОЦ, научно-образовательного центра, это не про образование, это не про науку, мы и так не можем, потому что это обязательно про образование. Что мы ждем от НОЦ в смысле образования? Более гибких программ, возможность сетевого взаимодействия. То, что сейчас на самом деле не получается. Не получается использовать общие лаборатории. Очень много препонов. Я очень надеюсь, что в рамках НОЦ это станет более возможным. И понимаем, как это сделать. Это возможность одну программу изучать в одном университете, другую программу в другом университете, при их объединении. Это возможность комплексного использования лабораторий, в том числе те, которые у нас есть в нашем отделении Российской Академии Наук. То есть возможность использования инфраструктуры и общих программ. Это то, что мы ждем от образования. Мы ждем, что образование, благодаря созданию НОЦ станет таким, что наши ребята, и тут повторюсь вслед за моими коллегами, наши ребята перестанут стремиться уехать в Москву за лучшим образованием, потому что это лучшее образование они могут получить здесь. Благодаря измененным программам, благодаря приглашенным преподавателям, в том числе со всего мира, потому что для этого у нас есть возможности. НОЦ – это и про среду, которую мы создаем. Чем более университетски насыщенная среда в городе, тем лучше, комфортнее вообще проживание всех людей будет в крае. Мы очень надеемся, что кооперация, нацеленность на науку позволит создать те рабочие места, которые будут не просто места для рабочих обыденно, так, как было сейчас, как было 50 лет назад. Это совсем другого свойства будут рабочие места. Именно на этом мы нацеливаем, потому что мы менять будем технологии, которые потом войдут как норма уже в экономике. И в конечном итоге это про в целом изменение комфортности проживания в нашем городе, в нашем крае. На самом деле я не хотела бы говорить, что у нас так все хорошо, вроде там и стипендии школьникам платим, причем большие, до 10 тысяч, только не уезжайте, лучшим студентам платим. И заключаем договоры не только с ВУЗами, ну вот школьник заканчивает школу, мы заключаем договор не с ВУЗом на его поступление, а на будущую работу. Не остаются. Мы много чего делаем. Аспирантам платим, кандидатам в наук платим. Не срабатывает. Им нужна принципиально другая среда. Они хотят принципиально на другом производстве работать и хотят заниматься настоящей наукой. Мы надеемся, что нам НОЦ это поможет. У нас с удовольствием включились самые крупные предприятия, там Локойл, минеральные удобрения, Сибур. То есть самые крупные предприятия все включаются. Я в отличие от Тюмени не скажу, что нам деньги не нужны. Кстати, если вам не нужны, можно нам. Да, нужны. Но на самом деле я согласна, что разговор не про деньги. Конечно не про деньги. А про то, чтобы обеспечить другое качество жизни в нашем регионе. А благодаря тем технологиям, которые мы получим в результате взаимодействия, промышленности и образования и науки, мы сможем и направить эти результаты на развитие всей страны. Раиса Алексеевна, спасибо. У меня два вот каких вопроса. Первый. Считаете ли вы, что для реализации всех тех задач, которые стоят перед НОЦом, региону нужны какие-то дополнительные полномочия в части управления вузами, управления наукой? Какие могут быть полномочия? Это первый вопрос. А второй вопрос. Это потребуется ли сливание вузов для того, чтобы все это сделать? Вопрос сложный, скажем так, на размышления, скорее. Полномочий действительно не хватает. Очень сложно дать вузам деньги. Вот хочет наш губернатор помочь вузам. Даже неправильно сказал. Не надо вузам помогать. Нужно сделать так, чтобы вуз работал на город, на регион. Он готов это делать. Но это очень сложно сделать. Я готова сказать, почему. Потому что с нижнего бюджета дать верхнему бюджету – это столько нарушений и так далее. Нужны полномочия. Вот Максим Геннадьевич сегодня на одной из групп сказал, что он готов вообще сделать вузы региональными. Потому что тогда он будет ими лучше управлять. Но, правда, при условии, конечно, что заказ останется. Заказом мы вообще плохо управляем. Мы готовы давать одни цифры, в том числе поднос, получаем другие цифры. И, соответственно, другого рода результат в компетенциях наших ребят. Поэтому рассмотреть вариант региональности или регионального управления или соуправления в вузах – это очень важно. И на второй вопрос про слияние вузов. Вы знаете, я вот столько уже филиалов закрыла за свою жизнь. Я посмотрел по статистике, могу ошибаться, но, по-моему, сейчас в Пермском крае всего 24 вуза, включая филиалы. Все правильно. А когда я начинала работать – 39. Здесь я это скажу, в Пермском крае боюсь говорить, что на самом деле сделали. Но закрыли, конечно, мы слабые. Конечно, не те, которые достойны Пермского края, нашей сильной промышленности и так далее. Я за слияние. И чем крупнее вуз, тем… Я не люблю слово «выживать». Нужно жить, работать, не выживать, просто правильнее все организовать. Но вот сейчас у нас есть кафедра биологии в университете, кафедра биологии в педуниверситете. Ну и кафедра психологии здесь, кафедра психологии здесь. Кто выигрывает? У нас одни и те же ученые, только здесь они основные, там совместители, а потом наоборот. Поэтому лично я за слияние, за то, чтобы это были крупные, сильные вузы. Я за то, чтобы в одном общежитии жили студенты из разных вузов, разной специальности. Это все правильное, организация среды. Я за то, чтобы вуз жил в центре города, а не за городом и влиял на состояние среды в городе. Ну то есть вообще надо сказать, что вуз, вот мы рассматриваем, как часть экономики, как часть общей среды городской, как то, что очень сильно влияет на развитие региона и города. Спасибо большое. Давайте поаплодируем. Раиса Алексеевна, спасибо большое. Так, у нас подошел Михаил Юрьевич Романовский, да? Да, Михаил Юрьевич, прошу. Перед тем, как передать вам слово, мы все-таки хотим вас расспросить, как будет конкурс устроен, что нужно, какие заявки. Я бы хотел обратиться к залу и спросить два вопроса простым поднятием руки. Первое – это кто хочет у себя иметь НОЦ или участвовать в его создании? Коллеги, поднимите руки, пожалуйста. Кто хочет НОЦ? Спасибо. И второй вопрос – кто понимает, что такое НОЦ и какие правила? НОЦ – это конкурсная история. И будет объявлен конкурс, будут пройдены. У меня тут написаны, в общем, критерии, которые… Я думаю, что перечислять их не стоит. Значит, главная все-таки идея НОЦа – это, безусловно, вот то, что, как говорил Раиса Александровна, знаете, после этого меня можно там отменить, так сказать, выступление в значительной вере и не слушать. Потому что все было сказано правильно. Ну, понимаете, когда говорит Пермский край, так сказать, ну, это там мощнейшая наука прикладная, мощнейшая наука академическая, университеты тоже очень хорошие. Значит, желание вкладываться туда наших крупных компаний, в том числе Лукойла, ну, это я просто сам эти переговоры вел, так сказать, оно есть. Ну, я думаю, тут должно все получиться, понимаете. С другими, конечно, ну, будет сложнее, но я думаю, в общем, все наши регионы должны как-то в этом поучаствовать. Причем, вот как раз у нас гораздо большие сложности возникает с Москвой и Петербургом. Тут меньше понимания, прямо скажем, так сказать. Вроде бы тоже можно, так сказать, но поскольку наука, в общем, велика, вузов тоже очень много, вот как это будет получаться, пока до конца не ясно. Значит, итак, значит, это будет конкурс. Значит, будут, соответственно, входные требования к организациям, будет главная организация, которая подает на конкурс. Ну, и, видимо, будет создана теплоуправляющая организация НОЦА, и вот деньги будут даваться только на это. То есть бюджетных денег, в общем, будет немного. Если хотите, я назову там, какие цифры планируются. Ну, по-моему, на этот год что-то... Ну, давайте назову. 60 миллионов. Да, что... Ну, сейчас. Михаил Ильич, давайте критерии и давайте сроки конкурса. Сроки конкурса... Ну, мы в этом году должны сделать 5 НОЦА, так что 5 НОЦА мы, видимо, сроки... Как только так сразу, как будет принят нормативно-правовой акт, я думаю, что, ну, надо постараться где-то до 1 июня вообще объявиться уже, значит, вот первую волну. Вот. Удастся, не удастся, не знаю, значит, все-таки, ну... Это постановление правительства. Вот, постановление правительства, да. Вот. А критерии? Критерии, ну, слушайте, засчитывайте, ну... Вот. Значит, главная идея, так сказать, все-таки в чем изюминка НОЦА, так сказать, изюминка НОЦА в том, что мы должны осуществить в рамках этого проекта мощное, наукоемкое, инновационное вообще, ну, и производство, и мощную прикладную науку. Вот идея в этом, так сказать, это все-таки не про фундаментальную науку. Мы тут ждем практических результатов. Вот. И это должно сопровождаться, безусловно, опять, Раиса Санна правила, появлением новых людей. Надо, понимаете, если будет история успеха, то на этот успех новые люди, молодые люди, я не думаю, что только из Перми, так сказать. В общем, все-таки у нас миграция, так сказать, в том числе научная миграция и производственная миграция в стране, ну, сейчас она, в общем, больше гораздо, чем была, вот даже в нулевые. Поэтому, по-видимому, все-таки мы сможем, так сказать, нарастить количество, ну, вот, пригладных исследователей, и это послужит, в общем, главная движущая сила вот именно эти новые люди. Потому что, конечно, будут начинать люди старые, так сказать, тут делаться некуда, но мы ждем новых. И для этого, вот, то, что, опять же, говорил Алиса Санна, значит, некая самая, значит, отмена внутренней аккредитации, там, в общем, ряд вот таких вот мер, он предусмотрен. Он предусмотрен. Вот. Ну, что еще? На меня не смотрите, я могу в зал дать вопросы. Да, какие, коллеги, какие тут вопросы? Давайте один или два вопроса из зала, и после этого пойдем дальше. Ну, все-таки критерии хотите, давайте, нет, это надо зачитывать, понимаете, потому что… Ну, первое. Количество заявок на патенты, изобретения по областям определяем приоритетами НТР. Количество патентов на изобретения по областям, имеющих правовую охрану, то же самое, только и за рубежом зарегистрировано. Значит, количество статей всего лишь на третьем месте. То есть, вот первые два, так сказать, это главное. То есть, я, как я сказал, это про прикладную науку, про технологии, про инновации. Значит, удельный вес инновационных товаров, услуг, в общем, объеме отгруженных товаров, выполненных работ. Значит, численность исследователей, это для всех численность молодежи, тоже для всех. Доля исследователей возраста, там, до 39 лет, тоже для всех. Вот, опять, значит, объем выполненных работ и услуг, завершившись изготовлением предварительными и приемочными испытаниями опытного образца, опытной партии. То есть, это все-таки про практические инновации. Количество крупных или средних российских компаний, вовлеченных в разработку технологий, продуктов, услуг. Количество созданных стартап-компаний. Количество разработанных реализуемых образовательных программ. Но это вот как раз уже для образовательной части НОЦа. Количество обучающих по программам магистратуры. Количество специалистов, прошедших обучение по программам повышения квалификации. Объем средств, полученных по договорам об образовании, заключаем на целевую форму образования. Количество иногородних, в том числе иностранных обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров. И количество лиц, прошедших обучение в Центре развития компетенций руководителей, то есть незабытых руководителей. Но это вот в основном все. Там, конечно, еще этот список длиннее, но вы его все увидите. Естественно, это не тайно. Хорошо. Михаилович, спасибо. Я предлагаю в этот момент немножко наш накал дискуссии снизить. Я бы хотел передать слово Андрею Владимировичу Адрианову, поговорить в целом про нацпроект «Наука», как его видит Академия наук, реалистичны ли эти цели и как мы их будем достигать. И, конечно, о роли НОЦов и Центров мирового уровня в реализации национального проекта. Хорошо. Ну, мы действительно, коллеги, сейчас говорим о трех соснах. Мы говорим о научно-образовательных центрах мирового уровня. Это треугольник, регион и бизнес, это наука в регионе и высшее образование в регионе. Правда, я бы еще советовал губернаторам, поскольку это будет в какой-то степени еще конкурс губернаторов, не забывать такой аспект, как школьное образование и его взаимосвязь с высшим образованием. Вот, кстати, все те регионы, которые здесь озвучивали свои планы и представители регионов, которых я вижу в зале, вот так случилось. Они входят в перечень 32 регионов, отобранных для реализации пилотного проекта, так называемой школы РАН. Школы РАН, которые должны работать в связке с высшим образованием и которым Российская Академия Наум в качестве такой шефской помощи будет помогать, прежде всего в популяризации научных исследований, начиная со школьной скамьи, помогать реализовывать конкретные практические проекты и так дальше. Ну, на этом останавливаться не буду, коллеги об этом много говорили. Вторая сосна — это разработана федеральная научно-техническая программа по развитию генетических технологий. Она заточена на ответ на так называемые большие вызовы, обозначенные в стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Это крупная довольно программа, у нее четыре мощных блока. Это генетические технологии по обеспечению биологической безопасности, генетические технологии для агропромышленного комплекса, генетические технологии для современной медицины и тоже развитие образования научно-образовательной компоненты. И третья — это действительно создание не менее четырех математических центров мирового уровня и не менее трех центров геномных исследований. Вот это то, что запланировано в нацпроекте. Это в паспорте нацпроекта, вот эти четыре математических и три геномных обозначены. И, соответственно, поставлена задача к концу следующего года, к декабрю 2020 года, можно уже создать, по крайней мере, три и четыре центра создать. Формулировка не менее, поэтому есть перспектива, можно создавать достаточно много. Вот с математическими центрами мирового уровня здесь немножко полегче. Здесь Министерство образования и науки опять-таки разработает правила, подписан так называемый план создания сети математических центров мирового уровня. Соответствующий научный совет создан в Российской Академии наук. Министерство должно создать совет по так называемой господдержке создания центров мирового уровня. А вот в плане генетических центров тут немножко сложнее. Тут приходится увязывать две вещи. Независимо появилась федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий. И появился нацпроект, в котором тоже крупный блок в пункте 2.2. Создание центров геномных исследований мирового уровня. И вот здесь приходится делать связку, рассматривая эти центры как один из инструментов реализации уже вот этой федеральной научно-технической программы. Статус центра мирового уровня геномных исследований присваивается советом по реализации вот этой программы генетических технологий. Министерство также создает внутри себя структуру. По-видимому, это будет вот тот же самый совет по господдержке создания центров мирового уровня. И научный совет создается в Российской Академии наук. Это совет, он уже есть, по генной инженерной деятельности. И будет происходить отбор проектов для того, чтобы претендовать на вот этот статус. Экспертизу вот этих проектов в соответствии критериям, которые в общем уже определены, будет выполнять научный совет Российской Академии наук, поскольку РАН сейчас делегированы в общегосударственном масштабе экспертные функции. РАН рассматривается, Российская Академия наук рассматривается как такой высший экспертный орган. На что будут заточены вот эти вот центры, создание которых предусмотрено в нацпроекте? Возвращаясь уже точно к вашему вопросу. Ну, во-первых, ведь поставлена амбициозная задача России войти к 2024 году в топ-5 стран, которые ведут фундаментальные поисковые научные исследования. И, соответственно, одна из задач этих центров — это развитие фундаментальных исследований на новой материально-технической базе, именно развитие фундаментальных генетических исследований, создание новых генетических технологий, технологий генетического редактирования, генетической модификации, генной инженерии и так дальше. Второй блок — это чисто прикладные исследования, как вот эти генетические технологии уже применять в сельском хозяйстве, в медицине и для обеспечения там специальных задач, связанных с биологической безопасностью. Третий блок — это развитие международного сотрудничества в генетических исследованиях, создание новых международных коопераций, участие в крупных генетических программах и так дальше. Следующий блок — это позиционирование вот в этом научном направлении России на площадках крупных международных форумов, конференций, симпозиумов и так дальше. Следующий блок — это подготовка кадров для вот этих вот программ по генетическим технологиям, вовлечение сюда молодежи, создание для молодежи благоприятных условий для занятия вот этой высокотехнологичной наукой, связанной с геномными исследованиями. И популяризация этой науки, то есть это уже конкретно работа со школьниками. Здесь есть некоторые отличия по, скажем так, соотношению с регионами. Если ноцы мирового уровня, о которых мы говорим, имеют региональную привязку, и здесь, помимо прочего, будет играть определенную роль при принятии решения региональный аспект. Ну, нельзя все сделать в Москве, нужно не забыть, что у нас есть Дальний Восток, у нас есть Север, у нас есть Крым и так дальше, Урал и так дальше. В случае программы федеральной ФНТП по развитию генетических исследований, здесь, в общем, границ нет. Это сбор проектов, которые будут проходить экспертизу на соответствие определенным критериям, и они будут реализовываться. А вот в случае нацпроекта «Наука», когда создаются центры геномных исследований и математические центры, здесь несколько вариантов. А вот в случае математических центров это может быть одна организация. Ну, например, если мы возьмем математический институт имени Стеклова, это уже центр мирового уровня, дальше некуда. В случае генетических центров это не будет одна организация, это будет консорциум. Консорциум из научных организаций и организаций высшего образования. То есть приоритет будет отдаваться консорциуму, потому что нельзя выделить одну организацию, поскольку генетические исследования проводятся и в университетах на высоком уровне, и большое количество научных институтов, в том числе даже отраслевых, и так дальше. Это будут такие вот распределенные центры. Но внутри центра будет одна головная организация. И, соответственно, вот, как я уже сказал, будет создаваться программа развития каждого центра. За программой будет следить наблюдательный совет, который будет создан для каждого центра мирового уровня. Эта программа будет проходить экспертизу, я уже это сказал, еще раз повторяю, поскольку сосен 3, можно запутаться. Экспертизу будет проводить научный совет РАН. И тогда это поступает уже в совет ФНТП развития генетических исследований. И он решает присвоить статус мирового уровня, причем, хитрость в чем? Можно присвоить статус мирового уровня с господдержкой, а можно просто присвоить статус мирового уровня. Ну, тежьте себя тем, что… Это известная хитрость, да? Да, центр мирового уровня. Вот такая вот структура. Значит, каждые два года будет проходить проверка со стороны Российской академии наук вот такого центра на предмет соответствия его этому уровню. И дальше это вот звание высокое, центр мирового уровня может пролонгироваться, господдержка может пролонгироваться и так дальше. И у меня еще маленький комментарий. Два слова вот по поводу первой сосны, когда вот коллеги говорили о научно-образовательных центрах мирового уровня, региональных, где действительно паровозики – это губернаторы, это региональный или крупный какой-то бизнес. Там есть ряд преференций. Я надеюсь, Михаил Юрьевич не выкинет их из своей шпаргалки. И там преференции заложены хорошие. Например, отсутствие НДС на высокотехнологичные продукты, которые производятся внутри этого центра. Это, Михаил Юрьевич об этом сказал, облегченный режим аккредитации при создании своих образовательных программ для вузов, которые вовлечены вот эти научно-образовательные центры. И речь шла, не знаю, если министерство не выкинет, речь шла о том, чтобы освободить от конкурсных процедур при закупке материалов, необходимых для проведения исследований. Вот это было бы самое интересное. Андрей Иванович, спасибо. Вы очень подробно рассказали, как будет устроена история по центрам мирового уровня. Я бы хотел задать вопрос, если можно, все-таки про НОЦИ. Отдадите свои институты в управление регионом или нет? Нет, ну это, мне кажется, это совершенно неправильно. Зачем институты отдавать регионам? Значит, здесь обсуждается вопрос на уровне средних школ. У нас школа муниципальная, а некоторые губернаторы, чтобы стало лучше, ставили вопрос, и они готовы к этому, чтобы школы стали региональными. Тогда можно оказывать поддержку из мощных региональных бюджетов. А в отношении вузов, ну зачем? Вузы подведомственные к Михаилу Юрьевичу, Министерству науки и высшего образования, поэтому по вузам к нему. Но ведь есть еще один нюанс. Ведь у нас научно-исследовательские институты, которые мы называем, научно-исследовательский институт Российской академии наук. Или, например, там Уфимский научный центр Российской академии наук. Да, концовочка Российской академии наук. Но Российская академия наук выполняет научно-методическое руководство по отношению к этим центрам и институтам. Но они являются подведами опять-таки Михаила Юрьевича. А Михаил Юрьевич ничего в регион не отдаст. Ну, по крайней мере, это честный ответ. Да, спасибо. Коллеги, спасибо. Давайте поаплодируем. Давайте двигаться дальше. Александр Повалко, РВК. И мы знаем, что в РВК есть опыт создания центров компетенции НТИ. Вот можно ли оттуда что-то взять для создания НОЦов? И второй вопрос – это все-таки вот какие критерии, исходя из вашего опыта многолетнего уже работы в РВК, можно использовать для НОЦов с точки зрения бизнеса, в первую очередь. Александр. Да, есть у нас такой опыт. Два года назад были созданы центры компетенции НТИ. Было создано 14 центров по 11 сквозным технологиям. В первую очередь их задача, как изначально она так ставилась, это преодоление технологических барьеров в выбранных критических технологических областях, таких как искусственный интеллект, квантовые технологии и так далее. Но когда мы проектировали этот инструмент, было принято несколько решений, которые, на мой взгляд, полезны были бы. Их нельзя перенести на НОЦ, как минимум потому, что у нас нет компонента, который называется регион. Собственно говоря, из того, что я слышу, устоявшейся такой модели НОЦ нет, но есть такое общее базовое понимание, что в первую очередь, наверное, если говорить в терминах нужды, это нужно региону. Вот у нас компоненты региональные нет. Тем не менее, несколько решений, которые, мне кажется, были бы полезны. Центры компетенции НТИ работают на три задачи. Исследование, образовательные программы под закрытие потребностей, в закрытии потребностей рыночных игроков на рынках национально-технологической инициативы и коммерциализация. Коммерциализация как создание новых экономических даже, и не только выполнения хоздоговоров и каких-то отдельных работ, но и создание новых совершенно экономических субъектов. Либо через передачу RIT, либо через запуск, собственно говоря, стартапов и спин-оффов от этих проектов. Наверное, это первое решение, баланс между тремя направлениями. Второе решение. Эти центры выстроены по модели консорциумов. И на сегодня 60% этих консорциумов – это ведущие предприятия, корпорации совершенно разного уровня. То есть у нас есть… Ну вот, все сбили. Пришел Котюков. Значит, у нас есть в качестве партнеров есть и «Газпром», и «Сбербанк», и «Яндекс», а есть и вполне себе компактные «ЦРТ», «Диамант» и так далее. И на сегодня это 60% от общего количества участников консорциумов. Причем они не просто как бы входят в консорциум, то есть формально приписано, они входят в систему управления. То есть по каждому консорциуму создан наблюдательный совет и научный совет, и они формируют программу исследований, программу развития каждого центра НТИ. Здесь мы как бы решаем несколько задач. То есть мы, с одной стороны, не позволяем нашим глубоко уважаемым университетам закукливаться на себя и заниматься исключительно тем, что наиболее интересно и важно с чисто научной точки зрения. А с другой стороны, мы не уходим уж в решение совсем прикладных задач. Вот если я не могу в течение года это коммерциализировать, то этим заниматься не надо. То есть вот такое поддержание такого баланса, хотя бы так, на среднесрочную перспективу 3-5 лет. Мне кажется, правильная и важная история, если мы хотим, чтобы это не было просто разовой акцией, а как-то длилось у нас. Какие критерии надо взять? Критерии взяли. Что Олег говорит? Что-то еще? Хорошо, по-другому вопрос задам. Мы часто говорим, что у нас вся история НОДС строится как треугольник. Это наука, образование и бизнес. Самая слабая точка — это бизнес. Павел, этот треугольник, он изжжован уже всеми, начиная с американцев проклятых, которые так строили вокруг ДАРПа свои эти истории. И прекрасного нашего Лаврентьева с треугольником Лаврентьева. Практические рекомендации для конкурса НОДС. Практические рекомендации для конкурса НОДС. Ввести в систему, во-первых, обязать всех создать систему управления, во-вторых, допустить гибкое изменение программ по НОДСам, в том числе и в части федеральной поддержки, и спустить принятие решений на уровень НОДСа, минимизировав согласование со стороны министерства. Да и, пожалуй, все. КПА по выручке, по экспорту, по бизнесу. Но с моей… Я не знаю, еще раз, это решение, если я правильно понимаю, это решение в первую очередь региона и будет зависеть от региона. С моей точки зрения, правильным показателем, он сложный, правда, но, наверное, его можно сделать, это возникновение экономики на стыке этих трех составляющих, регион, федерация и университет. Ленара говорила, рабочие места. Ну, не так просто. Как измерить? Измерить выручку вновь создаваемых бизнесов и статистический сдвиг, структурный сдвиг экономики, традиционной экономики регионов в более высокотехнологичную сферу. Понятно, что там, где у вас возникает заказчик, которому необходимо, там, условно, 10% выручки, 10-15% выручки загонять в R&D, вместо того, чтобы сидеть на одном проценте, у вас возникает автоматический рост заказов, в том числе и в сторону того же самого носа. У вас такая ситуация будет воспроизводимая. Вот, наверное, две этих вещи. Рост и структурный сдвиг. Все остальное, там, рабочие места, это можно как-то сюда зашивать. Интегрально я бы так делал. Спасибо большое. Коллеги, давайте поаплодируем. Я бы хотел передать слово Олегу Николаевичу Полухину, ректору НИО Белгородский государственный университет. Олег Николаевич, что для вас НОЦ? Что вам нужно, чтобы достичь тех результатов, которые там заложены? И самое главное, что нужно сделать, чтобы молодежь увидела себя в НОЦ? Да, ну, спасибо за предоставленную возможность. Я думаю, что все коллеги, которые собрались в этом зале, единодушны в том, что перед всеми нами открывается замечательная возможность получить дополнительные какие-то такие стимулы, не финансовые, а моральные, может быть, прежде всего, для большей реализации тех возможностей, которые есть у вузов, которые есть в регионах, в том числе во взаимоотношениях вот этой триады, о которой говорили здесь Александр Повалко, пресловутой бизнес, власть. Университеты. И, конечно же, точно так же, как когда-то программа топ-5 университетов, она дала толчок для всех, и мы пытались там участвовать, нам не удавалось, но, тем не менее, мы для себя очень много сделали выводов положительных и нарастили свои возможности. Точно так же, как программа национальных исследовательских университетов в свое время, 29 университетов, как известно, в этой программе участвовали, и мы в том числе. Это все, безусловно, продвинуло российские вузы и дало возможность реализовать возможности за счет, в том числе, инвестиций федеральных, но не только это. Что сегодня происходит? Сегодня у нас появляются новые возможности. не случайно сегодня все субъекты практически пытаются выдвинуть свои программы и предложить свои университеты для участия вот в этой программе, в программе создания научно-образовательных центров. Это говорит о том, что в целом у нас в обществе такой положительный настрой существует. Мы хотим. И вот эта выставка замечательная, которой здесь мы являемся свидетелями, участниками, она тоже говорит о том, что наше образование, оно как бы имеет такой тренд положительный на развитии. Что нам мешает? Я бы об этом хотел сказать. Вот смотрите, я рискую, конечно, в присутствии министра, но Михаил Михайлович не так давно это должен занимать. Вот мы с Михаилом Ильичем обменивались сейчас. Только попробуйте не сказать. Да. Вот смотрите, да, мы как национальный исследовательский университет имеем возможность собственные стандарты создавать образовательные. это замечательно, но как бы не все те, кто сегодня хочет быть НОЦ, имеют эту возможность. И здесь нужно решить эту часть этой задачи, поскольку образовательные программы, это, на мой взгляд, это одно из таких важнейших направлений, которые может и привлечь и иностранных студентов, и российских студентов, особенно в субъекты, не в Москву, там не в Питер, а в субъекты. Если эти программы будут суперсовременными, если они будут отвечать мировому уровню, но для этого нужно дать возможность, мы имеем эту возможность, но другим вузам такие собственные стандарты образовательные устанавливать и принимать такие программы. Второе. Вот смотрите, боюсь, это смех вызовет у всех присутствующих. Я в качестве ректора вот уже шесть лет, до этого много лет работал во власти, был заместителем губернатора области Белгородской. Вот я когда пришел, и меня назначили ректором, мне досталась от предыдущего ректора машина, Ауди, вот сейчас мы выяснили, Ауди 8. Я ее не могу продать до сегодняшнего дня. и, значит, она стоит там на колодках, мы ее перетаскиваем туда-сюда, значит. Ну, вот представьте себе, завтра мы как нос начнем решать какую-то проблему, связанную с собственностью, с создачей чего-то и как-то в аренду, там, с реализацией чего-то как-то. То есть вузам, особенно тем вузам, которые сегодня входят в категорию ведущих вузов, в категорию вот национально-исследовательских университетов нужно предоставить возможность большей самостоятельности в решении тех вопросов, которые связаны с имущественным комплексом, с распоряжением имуществом, с финансовыми какими-то вопросами, поскольку все мы находимся под пристальным оком и закона, и там прокуратуры, и всех остальных органов, нам нужно больше доверять, и тем самым мы сможем более оперативно, тем более в связке с областью, с губернаторами и с министерством решать эти вопросы. Что касается студентов, вы меня спросили, Павел, вот у нас сегодня 23 тысячи студентов, из них 2,5 тысячи – это иностранные студенты. Перед нами стоит задача в рамках программы, которая входит в нас в проект образования в два раза увеличить количество иностранных студентов, и это надо делать в привязке к созданию научно-образовательных центров, с тем, чтобы самых лучших иностранных студентов привлекать, каким-то образом их потом оставлять у себя, внедрять. Это, конечно, сложнейшая задача, и чтобы ее решить, здесь много очень факторов таких, они связаны со строительством студенческих городков, как нас призывает Михаил Михайлович это делать, сегодня мы полностью его поддерживаем в этом, это новые образовательные пространства, новые условия совершенно, мы готовы это делать. В целом, мне кажется, что вот этот драйв, который сегодня задает этот проект, он всеми воспринят правильно, и все хотят двигаться вперед. Нужно советоваться, нужно обсуждать, и мне кажется, вот министерство сегодня это делает, и мы несколько раз уже участвовали, у нас недавно заместитель был министром, мы обсуждали это на круглом столе, какие формы, форматы, что нужно, каким образом, и так далее, и так далее. В целом, я думаю, что у нас должно получиться, у всех у нас должно получиться. Главное, вот это постоянно иметь площадку для обмена мнениями и для того, чтобы лучшие практики внедрялись в жизнь. Спасибо большое, коллеги, давайте поаплодируем, и у нас еще один докладчик, после этого предоставлю слово Михаилу Михайловичу, Артем Евгеньевич Шадрин, наше главное экономическое ведомство. Артем Евгеньевич, два основных вопроса, это внебюджетные источники, экономика, и все-таки разрыв между наукой и экономикой, как его преодолевать, что мы здесь видим, что мы можем сделать. Добрый день, уважаемые коллеги, несколько инструментов, которые хотел рассказать, достаточно новые инструменты, но уже начавшие работать. Первый, не могу не всех поздравить, запуском инновационных научно-технологических центров, то, что называлось технологические долины, буквально неделю назад было подписано представление правительства о технологической долине МГУ, Воробьевы горы, это действительно очень значимый инструмент, только коротко налоговые льготы, которые он дает резидентам, это нулевая ставка налога на добавленную стоимость до момента окупания проекта, нулевая ставка налога на прибыль, налога на имущество, нулевая ставка таможенных пошлин на импорт научного оборудования, более чем двукратное снижение ставки по социальным платежам, то есть фактически все льготы, которые есть у резидентов Сколково, теперь обладают резиденты технологических долин. И СМГУ перечень точно не закрыт, ряд территорий тоже претендует на получение статуса НТЦ, это и Сириус, и Тульская область, и Калужская область с Обнинском, и Тамбовская область с Мичуринском, и биотехнологии сельского хозяйства, и ряд других. И на мой взгляд, с одной стороны, те, кто получит статус НОЦ, у них за счет вот тех усилий организационных, которые они обеспечат для взаимодействия с бизнесом, получат лучшие предпосылки для получения статуса НТЦ, потому что один из критериев, например, это наличие не менее 20 заявок от инвесторов о готовности открывать высокотехнологичные компании производства на территории Технологической долины, а с другой стороны, наоборот, те, кто сможет сформировать вокруг себя Технологическую долину, тоже думают, что во втором, в третьем году у них будут лучшие предпосылки при прочих равных получить статус НОЦ. Второе, о чем хотел сказать, это о том, что в рамках НАЦ-проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства вновь значительно увеличены объемы субсидий с субъектами Российской Федерации на поддержку инфраструктуры и развития малого и среднего предпринимательства, в первую очередь, инновационного малого и среднего предпринимательства. Это и бизнес-инкубаторы, и центры трансферотехнологий, и центры прототипирования, технопарки и так далее. То есть у регионов есть возможность для подготовки наилучшей конкретно способной заявки на получение статуса НОЦ, вот те ресурсы, которые выделяются на поддержку малого бизнеса, аллокировать именно для поддержки инновационного бизнеса в привязке к возможности университетам с тем, чтобы создавать ту среду, которая будет наиболее привлекательной поддержке предприятий. Третья часть. Управление правами на результаты инвестиционной деятельности. В конце прошлого года было разработано нашим министерством совместно с регионами, Роспатентом, одобрено правительством, одобрено Советом Федерации методические материалы по управлению результатами правами на результаты инвестиционной деятельности в регионах. И там как раз несколько компонентов. Это и поддержка патентования, и содействие коммерциализации технологий, поддержка лицензирования, то есть то, что может и поддержать и создание стартапов новых предприятий на базе университетов. Почему мне это представляется важным? Потому что как раз когда мы говорим о взаимодействии с промышленностью, кроме двух традиционных функций университета, подголовка кадров, это выполнение заказных исследований и разработок, третье направление, которое все более и более востребовано компаниями реального сектора, это взаимодействие со стартапами, то, что называется открытыми инновациями. Не случайно у нас по поручению президента нашей крупнейшей госкомпании открыли корпоративно-вечерные фонды, это и Ростех, и Росатом, и ОАК, вместе с Сколковой Венчур, с РЖД и ряд других компаний. Они заинтересованы в стартапах, и университеты могут и должны их давать. Во-вторых, это то, что называется акселерация. Многие компании вместе со Сколковой, в частности, с российской венчурной компанией по Generation S реализуют корпоративные акселераторы, которые, опять же, направлены на то, чтобы встраивать стартапы в бизнес наших компаний. Это не случайный такой элемент корпоративной политики, это не какое-то модное поветрие. Все подавляющее большинство крупнейших мировых компаний, там, списка Forbes, Fortune и так далее, они обязательно реализуют корпоративно-вечерные фонды. Поэтому взаимодействие с университетом здесь – это новый такой хороший инструмент. Наши крупнейшие предпринимательские университеты, их можно назвать и ТМО, и Питерский политех, и Московский университет, они реализуют такое направление. Есть один очень интересный тоже механизм трансфера на новых технологических решений, в том числе инновационного бизнеса в деятельности компании, это инжиниринговые центры. Здесь я не могу не подчеркнуть роль совместной программы Нобранауки и Минпрома по поддержке университетских инжиниринговых центров, но опять же упомянуть про нашу программу малого бизнеса, где тоже есть возможность, если субъект Российской Федерации выберет такую опцию, поддержать инжиниринговые центры по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационного. Это тоже хороший такой инструмент для взаимодействия, чтобы говорить на одном языке между университетом, между новыми малыми инновационными предприятиями и крупными госкомпаниями. Поэтому поддержка инжиниринговых центров, частных, университетских, это такой очень важный инструмент финансирования. Следующий элемент, это как раз о чем говорили, какие есть возможности у субъектов Федерации помочь исследованиям в университетах, учитывая, что университеты находятся в собственности, в федеральном подчинении. Вот здесь как раз Пермский край, мне кажется, очень интересен. Несколько лет Пермский край реализует программу международных исследовательских групп. Мне очень нравится этот формат, в чем буквально в двух словах он заключается. По заказу предприятия определяются потребности проведения исследований и разработок, которые предприятие хотело бы доверить группе исследователей из университета Пермского края. Соответственно, субъект Федерации софинансирует эту исследовательскую группу. Причем ВУЗ тоже должен в это вложиться хотя бы командировочными расходами для сотрудников этой исследовательской группы. И еще одно условие, это обязательно в этой группе должен быть как минимум один зарубежный исследователь. Что удается достичь в результате этого инструмента? Сразу три задачи. Первое. Удержание квалифицированных кадров в университете. Более того, стимулирование их специализации на задачах предприятий региона. Второе. Это решение задач технологических промышленных предприятий края. И третье. Это резкая интенсификация международных контактов. Потому что привлекаются именно те зарубежные исследователи, которые востребованы и экономикой региона, и университетами. То есть те научные специализации, поддерживающиеся, которые наиболее интересны. Поэтому, мне кажется, опыт интересен, его можно было порвать, тиражировать. И еще одно направление, которое хотел бы упомянуть здесь, это такой формат такого межсекторного взаимодействия, причем многостороннего межсекторного взаимодействия. Это инновационные территориальные кластеры. Вот мы уже несколько лет поддерживаем этот формат. И тоже хочу поблагодарить артистскую венчурную компанию, совместно с которой мы поддерживаем программу проведения стратегических сессий, кластеров и так далее. Вот из тех регионов, которые здесь присутствовали, я могу отметить, кластер и Башкортостана, нефтехимический, очень интересный. Два кластера Пермского края, это кластер производства моторов аэрокосмической сферы и кластер фотоники, очень интересный. И здесь чем интересен кластерный механизм? Он как раз позволяет обеспечить многостороннее взаимодействие, формируя благоприятные институционные ожидания, обеспечивая подгонку подготовки кадров под запросы промышленности, проведение исследований и разработок, развитие инновационной инфраструктуры, развитие физической инфраструктуры, транспорт энергетической, формируя очень понятное видение совместного будущего, формируя поток совместных проектов. Вот это, мне кажется, очень интересно, поэтому мы могли бы предложить тем регионам, которые будут подавать заявку на НОЦ, и их победят в этих форматах, инициировать разработку и развитие формата инновационных материальных кластеров. Надо отметить, что в программе малого и среднего предпринимательства, опять же, одна из опций, это поддержка центров кластерного развития, которые оказывают организационную поддержку деятельности этих кластеров, и они есть и в Санкт-Петербурге, и в Ульяновской области очень успешные кластеры, и в Калужской области, и в Мордовии, и в Красноярском крае. У нас 12 кластеров-лидеров, и отмечу такой интересный формат, как ассоциация инновационных регионов России, которая обеспечивает такую межрегиональную коммуникацию, вот расстояние лучших практик, конкретных форматов, реализации инновационных проектов, инструментовых поддержки на региональном уровне, коммуникацию с федеральными ведомствами. Поэтому, опять же, рекомендую подключаться к деятельности этой организации и такой формат, как кластеры, использовать. Мы разработали методические материалы по разработке стратегии кластеров, материалы по разработке дорожных карт по их реализации, и готовы транслировать уже успешный многолетний опыт развития этих кластеров для заинтересованных регионов. Смело можно обращаться в наше министерство, мы поможем. Поэтому я думаю, что форматы, задачи, которые поставлены перед НОЦем, если их полностью прочитать, это научно-образовательные центры мирового уровня, не обеспечивающие взаимодействие научно-образовательных организаций с предприятиями реального сектора экономики. Вот эти форматы позволяют это сделать, и я думаю, что перспектива у нас отличная. Артем, спасибо большое. У меня вопрос. Вопрос вот какой. У нас есть конкурс, который будет объявлен, и задача по НОЦем. Это будет сделано, 15 центров будем в ближайшие 3 года делать. Вы обозначили целый набор инструментов разных, там, десяток. Это по-прежнему будут разные конкурсы, разные регионы, или мы как-то будем собирать ресурсы все-таки на общую цель? Знаете, я думаю, это нормальная история. Я еще не упомянул, например, про национальную программу по цифровой экономике, где тоже много инструментов, и по исследованиям лидерские, исследовательские центры тоже планируются поддерживать, и национально-технологические инициативы, и так далее. Я думаю, это нормально, когда есть разные механизмы, и за счет вот таких инструментов, как НОЦы, которые стимулируют не просто реализацию исследовательских программ, но именно кооперацию бизнеса, науки, формирования консорциума, как раз будут успешно формироваться предпосылки для формирования кооперационных проектов, их хорошей подготовки, проработанности, и мне кажется, это нормальная история. То есть вы сами этого делать пока не будете, оставляете это регионам, как сейчас работает? Да, первое — это региональные такие инструменты, как ластеры, и второе — это инструменты, как консорциумы. И в рамках НОЦов, которые формируются, и в рамках Центров компетенции по национально-технологической инициативе, я думаю, это правильная практика. Спасибо большое, понятно. Коллеги, давайте поаплодируем, и давайте будем завершать. Я бы хотел предоставить слово Михаилу Михайловичу Кутюкову, министру науки и высшего образования. Артем, попросим. Михаил Михайлович, мы выяснили три вещи. Первое — это больше половины аудитории хотят иметь НОЦ, и всего несколько человек представляют, что это такое. Мы максимально старались сегодня этот разрыв закрыть, надеемся, что он будет закрыт, когда будет опубликовано постановление. Второе — мы спросили, все-таки пытались выяснить, зачем это все. И самый устойчивый ответ, который звучал, это НОЦ, это один из способов сделать регион, потому что регион отвечает, привлекательным для детей, для будущего. То есть это задача, которая связана с построением интеллектуальных драйверов, будущей экономики и такой долгосрочной траектории развития. И третье — если это ответственность регионов, то регионы, конечно, хотят управлять. Александр Личнев не скрывает, что у него есть ресурсы, поэтому он понимает, как управлять. Другие коллеги просят каких-то полномочий в отношении управления вузами, управления какими-то вещами для того, чтобы всю эту историю успешно реализовать. Вот это тот разрыв, который мы видим. При этом нам министерство и Академия наук честно подают сигналы, что у нас есть федеральные вещи, и мы их не хотим отдавать. Поэтому те разрывы, которые у нас есть и которые четко сегодня обозначились. Михаил Михайлович, пожалуйста. Спасибо, Павел. Первое, друзья, я хочу извиниться за то, что мы в таком зале проводим это мероприятие. Собственно, он немножко не соответствует масштабу задачи и желанию принять участие. Поэтому тут мы с организаторами, нам есть над чем поработать. Второе, я бы хотел поблагодарить всех вас за дискуссию. Я, к сожалению, не смог быть в начале, но примерно понимаю, о чем шла речь. И несколько все-таки комментариев попробую сделать, с вашего позволения. Желание у каждого иметь нотс. В общем, оно в целом понятно. Некоторые хотят иметь три нотс. И в этом самом деле ничего хорошего нет. История с нотс – это история принципиально отличная от тех, которые связаны с освоением какого-то ресурсного проекта. Это совсем не про это. Это больше напоминает историю, кто сегодня хочет поработать. При этом в основном песчаный карьер предлагается. И в этом смысле я всегда спрашиваю, мы хотим нотс. Я говорю, а что вы точно хотите? Вот чего точно вы хотите? И почему вы этого хотите? И это ведь история не про университет. Это в значительной мере история и не про Академию наук. Хотя мы вместе с Академией, здесь партнеры обязательно, точно, и будем каждый шаг сопровождать. Это история про развитие страны. По-настоящему. О чем говорят наши национальные цели и приоритеты? Они так или иначе говорят о том, что страна должна совершить очень серьезные усилия и выйти совершенно на другие качественные уровни. по продолжительности жизни, по темпам роста экономики, по инновационной составляющей, по связанности территорий, по качеству социальной и так далее, и так далее, инфраструктуры. И это задачи, которые тривиальными не назовешь, и их просто так не решишь. Ресурсы все определены. Программы поддержки нотсов, кто изучал, тот знает. Можно сказать, что эти программы должны быть реализованы без дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета. Те ресурсы, которые там есть, они абсолютно не являются существенными. Абсолютно не являются. И поэтому тут, может быть, даже проще было бы вообще без этих ресурсов стартовать в проекте. Собственно, такая идея была высказана на прошлой неделе, в пятницу-субботу, после совещания большого с губернаторами, с вице-губернаторами, кто за это отвечает. Это, может быть, нужно все деньги на поддержку нотс поставить в 2024 год. И тем, кто уровня международного достигнет объективно, выдать это как грантовую премию и разрешить тратить на что угодно. Вот, собственно, об этом мы сегодня так или иначе говорили. И тут есть над чем подумать нам все вместе. Второй момент, о котором точно нужно говорить. Это история, которая должна открыть, я сейчас обращаюсь к ректорам, открыть университеты для контактов. Абсолютно открыть. Для того, чтобы… С одной стороны, я слышу то, о чем говорит Артем, и это важная задача. Инновации, которые растут снизу, их нужно поддерживать, и мы эту инфраструктуру будем вместе с Минэкономразвитем дальше развивать очень внимательно и аккуратно. Но только лишь этого роста нам явно будет недостаточно. Не менее важная задача, а может быть даже более масштабная, это задача настроить команды научно-образовательных организаций для работы вместе с инженерными подразделениями корпораций и компаний. Причем и крупных, и средних, и малых, всяких разных. И это у нас есть в национальном проекте. И вот когда мы настроим эту систему взаимодействия, вот тут результаты могут быть существенно более масштабными. Но идти к ним, конечно, очень трудно. Многим из здесь сидящих придется для себя принимать не очень простые решения. Мы знаем эти практики. Вот у нас здесь все уже есть, вот выберите это и внедряйте. Я говорю, да подождите, это к нашим технологическим возможностям и нашим видениям рынка не имеет никакого отношения. Нам нужно сделать другое. Не, мы другое делать не собираемся, у нас вот это уже есть. Вот так НОЦ не полетит. Вот начинать нужно будет с того, что выстроить атмосферу доверия и научиться просто друг с другом обсуждать и формулировать задачи, собирать команды, причем команды тех, кто умеет действительно это делать или кто готов изменить себя, чтобы сделать новое дело. И, собственно, отсюда и будет постепенно-постепенно формироваться НОЦ. Я благодарен, Александр Ильич, в вашем лице сегодня тем руководителям регионов, которые действительно уже стали жить этой повесткой. Вот я вижу, если у губернатора эта задача там условно в разряде номер один, у нас есть продвижение в этом регионе. Если в некоторых регионах есть такое, что говорят, ну там пусть университет позанимается, мы когда-нибудь к этому подключимся. Но вот когда вы подключитесь, тогда мы будем об этом серьезно говорить. Потому что эта история, сейчас я повторяю, не только про университет. Поэтому я благодарю, что это обсуждается сегодня с разных абсолютно сторон. Проект порядка, который подготовлен по отбору, он в правительстве. Ждем, что в ближайшее время там будут приняты все окончательные решения. Соответственно, этот документ появится. По нашим срокам 30 августа должны быть отобраны первые не менее пяти. Может быть, будет больше. Может быть, будет больше. По крайней мере, интерес есть. Если этот интерес, в общем, он нарастает так или иначе. Вот такие встречи, они позволяют нам всем чуть лучше понимать задачи, чуть лучше искать возможные формы сотрудничества и кооперации. Не забывайте, что у нас НОЦ в первом федеральном проекте, который называется «Кооперация». То есть это та часть работы, где мы должны все вместе объединить наш потенциал, вместе что-то заработать, в хорошем смысле слова, и потом справедливо поделив на потребление, сбережение инвестиций, двинуться дальше всей этой вместе командой. Поэтому я всех благодарю и приглашаю к активному продолжению этой дискуссии и поиску правильных форм взаимодействия и сотрудничества. Спасибо большое. Коллеги, спасибо. Завершаем. Продолжение следует, как министр сказал. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.